Всем привет, уважаемые подписчики и зрители! С вами Синеман. Продолжаем проходить мод последняя надежда продолжаем его проходить вот и в данный момент мы идем на элеватор гигацкие зомбари вдалеке давайте попусти тоже убьем конечно конечно мужики толик внизу валяется толика тоже убьем конечно же зомбарь прям мощницкий не убивается понимаешь ли так иначе убили моего вот еще один еще один прям такой боевой зомбарь видите мощницкий зомбари такой прямо пистоль огромнейший так иначе убили моего тоже отлично давайте их обыщем возьмем всякие аптечки и спасем толика по дорожке к этому элеватору давайте его конечно спасем поможем ему чем можем вот прям если толик лежит а собаки его не едят сейчас мужик подожди пока убью собачку потом уже тебя спасу вот аптечка замечательно ну на держи мужик аптечку так ухты кабана лежит бегает кабанчик бегает рядышком ничего так спасибо друг еще больше только я твой должник был бы так а ты что вообще тут делаешь да вот в тоннель я под этой дорогой ходил хотел у вас завести но нас тая собак напоролся спасибо тебе штырь слушай а не мог бы ты меня сопроводить обратно на блокпост ну давай по тяночке ходить опасно идем вот это новость любопытно какая новость видимо то что мы спасем вот ну тогда слушай я сейчас немного оклемаюсь а ты пока что залезь в вагончик я там припрятал в ящике кое-что ну давай только скорее опасно тут давайте проверим вагончик вот замечательные ящики как обычно проверяем все берем сбивай эти ящики что ж ты будешь делать вот отлично и сопровождаем этого толика только уже пошел нормально сам один в принципе его грубо говоря можно никуда не спровождать пускай сам идет нормально удобрезет без каких-либо проблем а мы тем временем бежим уже именно на элеватор бежим именно туда давайте-ка в руки возьмем возьмем наверное тос так все пока разрядим по боже все проверим бежим на элеватор как вы помните там пропала именно колонна колонна военных осторожненько и замечательные собаки туда собегу и твиктор попасть не может нормально ничего так отличненько ничего собачки ну что это такое ну в сторону прямо обалдела что ли вообще или как совсем уж бежит бежит хоба так хобана в сторону что такое вообще за компьютерные приколы так так иначе добрались мы до этой колонны вот и тут мы находим документик такой замечательный документ давайте его почитаем так юрка скиф с деньгами почитаем документ это не то вот вот паскуда выброс накрыл нас водитель стал невменяемый и ехал непонятно куда мы разделились со второй группой боеприпасы у них у нас нет ничего что поможет нам выжить нам конец очень странно думаю что следует поискать вторую группу на холмах что за тп срочно если прям так срочно прям очень срочно бежим на тп ничего тут не проверяем пока никакие мотоциклы не ищем бежим прямо на тп за холм за холм на тп вот паскуда выброс накрыл нас водитель стал невменяемый и ехал непонятно куда мы разделились со второй группой боеприпасы у них у нас нет ничего что поможет нам выжить нам конец очень странно думаю что следует поискать вторую группу на холмах что за тп срочно если прям так срочно прям очень срочно бежим на тп ничего тут не проверяем пока никакие мотоциклы не ищем бежим прямо на тп за холм за холм за холм на тп а кто нас тут а свои зуб еще кто-то но мы грубо говоря не обращаем внимание нет нет мужик мы бежим именно на тп потому что срочно нам срочно нужно за холм поэтому мы бежим именно сюда ну-ка уже устали давайте попьем нас куча прямо этих напитков и вот нашли мы колонну уже вижу какой-то документик рядом с трупом давайте проверим вот нашли айс вал документы погибший спецназовец хорошо вон там еще трупы еще трупы валяются давайте всех прям посмотрим обыщем еще всякие айс валы бренджилеты вот вот что мы искали то всякие бренджилеты и прочее идти пока еще можем нормуль еще айс вал вот еще и тайник обнаружили мы так ну что же за документы почитаем это не то вот попали под выброс бтр заглох прямо во враге половина наших погибла стрелец гад сбежал вместе с экзоскелетом первая группа пропала вот и накрылась экспедиция эх а я надеялся дочку свою увидеть хорошо хоть все три бронекостюмы с патронами на месте так вот наше видимо соображение думаю что нужно принести эти бронекостюмы и записку скаутом ну что же давайте перенесем так вот вернулись мы обратно на блокпост вот он толик ну-ка видите он ничего не говорит ничегошеньки он не говорит ну ладно ну здорово сейчас обратимся именно вот к нашим зигерам давайте продадим ситручу одну медузу неплохо хороший товар очень даже неплохо и булку в принципе тоже держи мужик неплохо не особо на к чему хороший товар неплохо очень хорошо да я доволен ну мужик доволен а мы идем к зигерам бежим прям летим вот и бочка уже тут прям стоит так ну-ка я раскрыл пропажу экспедиции это невероятно а снаряжение у них у них было смотрите что это такое да сколько нашел принес в общем ситуация была такая за элеватором я нашел группу из трех человек предположительно их больше было но наверное остаток группы съели собаки во враге за элеватором я нашел записку из которой узнал что на экспедицию подействовал выброс а водитель зомбировался водители зомбировались они разделились из записки я понял что нужно искать в районе АТП остаток конвоя побродив по холмам я наткнулся на ржавый БТР в поле аномалий там лежало тоже три трупа у и у одного из них был личный дневник из которого я узнал что некий спецназвец по прозвищу стрелец сбежал с экзоскелетом оставив раненую группу подыхать на месте браска могилы спецов я нашел три костюма военных ну конечно три там мы там два нашли всего лишь группа была хорошо вооружена спецавтоматами ВАЛ возможно что на водителей подействовал хозяин ну куда девать снарягу да хотя для нас смерть спецов это плюс снаряжение лучше продай Сидору он отдаст его нашим а деньги оставь себе что же насчет стрельца послушай штырь мы тебя заставлять не будем но сейчас перед тобой выбор пойти и найти стрельца или же остаться на базе и забить на него решай сам и да вот твоя награда ну и получили ему колобочек артефакт ну думаю будет рациональный найти его вот так поищем поищем стрельца бронекостюмы продадим продадим Сидору ну ка тут конечно получше будет немножко ну в принципе да совсем немножко поэтому давайте их продадим товарищу Сидору а заодно еще автоматы тоже продадим мужик уже побежал прямо а уже начался день понятно 6 часов уже видите люди пошли по своим делам капитан охраняет Сидора Сидор поблагодарил видимо за охрану молодец шел пришел давайте продадим вот вот денежки получили неплохо а погоди товар то хороший но патроны тоже нужны вот так вот и вот теперь уже продаем два автомата отлично так ну что ж тут мы все сделали возвращаемся обратно обратно на элеватор поищем этот мотоцикл и следующие записи с инструкциями с инструкциями именно к нему а вот и колобочек такие у меня прям замечательные показатели да любопытно ну ладно и вот мы находимся уже на элеваторе вот он замечательный мотоцикл нашли мы его но не забываем про инструкции вот тут мы найдем еще одну такую папочку ну-ка вот вторая часть инструкции папка с инструкцией по уходу за двигателем для мотоцикла мотоцикла ну-ка вон сели мы на него двигатель завели фары работают отлично да ну и мотоцикл так вот мы все таки завели нормальный этот мотоцикл поехали прямо с биноклем можем посмотреть бинокль ну-ка нормально в принципе прямо в бинокль смотрим на мотоцикле что ж такой прям такой разворот обалденный да там уже кто-то тоже работает вовсю а мы едем этим временем на ТП главное не попасть в аномалию на этой дорожке вот прям так замечательно прямо едем ни в коем случае не отпускаем руль потому что иначе если мы отпустим потом еще и не заведется опять нормально вот именно в момент когда мы с глотки едем главное вот влево вправо сжать возможно так значит приехали а там уже кто-то пуляет по нам вовсю ожесточенно подлечимся ну что смотрите какие гады а ну хоть бы что хоть бы что этому гадскому зомбарю так иначе убьем всех убьем из аэс вала обязательно еще один вот так где гаденыш продолжаем поиск продолжаем поиск инструкций и убийство зомбарей сколько их тут кнопок кстати давайте посмотрим кнопка контакта у меня не назначена не назначена поэтому приходится прямо через ПДА вот четыре человека четыре зомбаря все прямо сверлят вовсю ничего видимо меня так поздравляет именно с днем ВДВ ребята я вас тоже поздравляю с этим днем снимаю потому что я серию именно второго августа если что вот как прямо человека ух там прямо весь вовсю так ну где же у тебя зомбари то мне же зомбари гадские сейчас мы их найдем 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 тут никого все ушли что ли видимо я их запутал возможно и они ушли вот готов мужик один отлично аккуратненько кто пулял проверяем вот уже тут ты смотри сволочка какая подошла ко мне прямо я просто именно выключал игру чтобы грубо говоря точнее не игру а запись чтобы уже все таки не мучить вас этими всякими сверлениями звуками и вот тут прям неожиданно подошел уже подошли уже зомбари куда куда же ты поехал ты гад на роликах ролики для зомбаря ну-ка 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 конечно только прям решил посмотреть на мои на моей жизни и тут уже прям вылез вот этот вот сволочка голову не увидели давай 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 а вот интересно откуда ты пуляешь впереди же по идее трактор ты что через него что ли прямо стреляешь я вот не понимаю что же это за наглость такая вот и все убили и его тоже колян битый погиб так ну что начинаем поиски поиски инструкций где же они тут могут быть давайте поищем залезаем прямо наверх начинаем поиск вот так прямо вот так личненько тут ничего не находим мы ищем дальше внимательно все прямо осматриваем может быть тут что-то есть нет тут тоже ничего нет по-моему слезаем ёпп вот сволочка гадёныш ну-ка проверим куда нажимаешь там вот никого уже все всех убили отлично вован точилу понимаешь такой мощный мужик решил меня заточить не выйдет не выйдет ничего так ну похоже что тут тоже ничего нет как мы видим тут пусто только бутылки водки и больше ничего ну-ка здесь тоже по-моему нема вот нашел вот именно вот в этом месте вот именно тут находим видимо последнюю часть потому что как мы помним мы ищем именно три штучки инструкции и похоже все мы нашли вот описание инструкции по уходу за внешним видом мотоцикла тонкая папка с листами бумаги заголовок титульного листа внешний уход за мотоциклом ну что ж похоже что это и есть третья часть инструкции для мотоцикла вот и все вторую мы нашли это была первая а вот вторая замечательно возвращаемся обратно к этому вот капитану кикобидзе да но не забываем что мы едем именно на мотоцикле а не просто возвращаемся мы же должны еще привезти и мотоцикл вот мы его ему и везем ух ты твою дивизию вот это да вот это да миссия не вполне отдыхает из таких прям разворотов на мотоцикле так или иначе приехали вот главное конечно не заезжать не заезжать на минное поле само собой так вот мы же проникли ух ты со всеми доступными отлично патрули имеют право стрелять без патрули уже молчишь да видите Толик уже онемел ну ладно давай-ка тебе продадим сперва мужик что ж там все чешешь то у него так продаем продаем кучу всего Сидоровичу все это мы продадим так это новенькое по моему наше именно да так мужик держи водку тоже держи особо нами и к чему мы не злоупотребляем неплохо хороший хороший ну вот и все видим пока ну будет еще заходи обязательно так ушел капитан все правильно нужно видимо дожаться опять этой ночи а спального мешка нет и поспать мы нигде не можем печально да ну что же если прям такое дело то давайте ребят видимо на этом моменте закончим серию вот и продолжим следующий пойдем уже к этому зубу и с ним видимо поговорим вот но это серия у нас была такая грубо говоря про военную колонну вот и про мотоцикл вот так вот ну что же с вами как с вами как обычно был Синеман или просто Виктор не забывайте про ваш лайк комментируйте и конечно подписывайтесь на мой канал если вы еще не подписаны всем пока всего вам хорошего увидимся в следующей серии всем пока в следующей серии в следующей серии в следующей серии вы ангел мы